МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это режиссёр. На всю страну тебя прославят. Да некогда мне, у меня четвёртая линия простаивает. Пошли, пошли, справа. Некогда мне, у меня четвёртая линия простаивает. Но я больше с маленькими ключиками могу здесь что-то подделать. Это что за станок в итоге? Это пресс. Как здесь все устроено? На него ставится штамп. Этот штамп будет вырубать деталь. Вот такое основание к значку. Вот полоса, из неё будет вырубываться. Так, попробуем? Да, попробуем. Как вот такая красивая женщина и вот станки. Я ничего не имею против станков, но мне кажется, это больше как-то мужское такое предназначение. Нет, это уже просто надо привыкнуть. Мне кажется, это очень даже нормально. Ну, по крайней мере, нормально, да. Я, например, люблю свою работу. Ну, раньше немножко было поразнообразнее. Сейчас более монотонное. Ну, ничего, работа есть работа. Всё нормально. Первый раз сесть, а дальше уже привыкать. Ну, вот вообще, с чего всё началось? Вот все мы заканчивали школу, да, приблизительно мы одного возраста, да, заканчивали школу. Мечтали, кто продавцом стать, кто учителем, там, кто юристом, экономистом. Я врачом хотела быть. Да. Так, а что? Ну, в то время, когда хотела быть врачом, там, когда узнала, что морг проходит и так далее, как-то меня это сразу не прелестило, поэтому я решила, что пойду, ну, куда пойду. Если честно, я, конечно, хотела пойти в радиотехнический, ещё, наверное, в Пересвете был тогда, вот. Значит, ну... А радиотехнический-то что? Был, ну, колледж техникум там был, да, он раньше новостройка была, сейчас в Пересвете. Ну, в то время, когда у меня там брат учился, старший, я решила, вроде, тоже туда пойти, ну, как по его стопам, то есть что-то определённого не было, вот, ну, сдала экзамены, но из двух групп набрали только одну. Ну, сдала на 5,4, а там набирали только на 5,5. В результате пошла у меня подруга в Краснозаводском техникуме, ну, и она говорит, ну, и пойдём. Мы вместе пошли. Главное, что подруга у меня так же, как и я, Лена, так же, фамилия такая же, нас одинаковая, и всё. Тоже Болотникова? Нет, она, ну, Болотникова, это по мужу, девичья фамилия была, да, Комарома, обе с ней были, Лена, обе Комаровы, да, только она Алексеевна и Александровна, но мы с ней практически с детского сада, вот. И вот учились вместе, закончили. И, насколько я знаю, вы должны были быть специалистом, значит, Краснозаводский химико-технологический техникум и специалист, как это называется, в училищных машинах, ЭВМ? Нет, по специальности мы вышли, значит, устройство и наладка станков с программным управлением. Ну, скажем так, я не связала жизнь с программным управлением, у нас станки более такие без программного управления, механические, но, тем не менее, врачом, скажем так, отпало это желание сразу, и больше я к нему не возвращалась, хотя, если честно, иногда так думаю, может быть, я была бы неплохим доктором. Вот, ну, что еще хотелось бы, да нет, наверное, как-то дальше уже пошли работать, дальше распределение попали мы на завод, в заводе, там, конечно, тоже. Везде пришлось работать. Мальчишки попали у нас больше к станкам с управлением, вот, но девчонки, хотя мы и закончили тоже эту специализацию, но мы попали больше как по распределению, архив, то есть работали с чертежами, там, да, выдавали. И потом, значит, я попала в печатные платы, отдел печатных плат, с отдела печатных плат ушла в декрет потом с первым ребенком, вот, ну, дальше что? А дальше уже, когда вышла, попала в ОТК 33-й цех на моменту. А это чертеж какой-то, да, по которому работают? Ну, чертеж непосредственно, что, вот, присылают чертеж заказчики, вот, его просматривает в первую очередь, конечно, начальник производства. Он смотрит где-то, вот, делает свои пометки обязательно, да, пишет количество, какое нужно, вот, ну, и дальше отдает ребятам, наладчикам, которые непосредственно уже выставляют, что нужно по размерам, вот. Ну, а мы, как штамповщики, уже дальше садимся, изготавливаем эту деталь. А что вы можете, как штамповщики, вот, посмотреть здесь, вот, что, например? Размер можем посмотреть. Например, вот тут смотрим, это что тут, какая, что за деталь, это карта? Ну, это та же петля, карта угловая, то есть она, мы ее считаем, как эта петля будет. Вот эта петля, да? Так, а здесь уже частное небольшое производство, да? Да, уже после этого я вот ушла с завода и предложили, вот здесь есть такое место, попробовать себя кладовщицей. Кладовщицей. Все начиналось с того, что вот кладовщица, это человек, который учитывает, наверное, готовый какой-то материал, выдает, принимает. Да, да, ну, я плюс еще совмещала упаковка, кладовщица, упаковка, то есть я упаковывала, выдавала материал, то есть отпускала товар, да, и, ну, в общем, вот так как-то. А что за история была связана с тем, когда пошла работать, попытаться, да, вот так тяжком поработать на станке, и получила сразу замечание? Да, 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 было такое, это, наверное, как раз с этого все и началось. Значит, работали у нас, значит, ну, как мне сказали, когда я пришла лучшие люди четвертого цеха, вот, значит, ну, и я смотрела, они работают на станках, я вроде только упаковывала, как кладовщица, отпускала, вот, и думаю, ну, я-то тоже могу, мне же тоже хочется, интересно же все-таки. Ну, руками-то поделать. Вот, я тоже, мне кажется, могу потом, да? Да, да, просто я потом покажу, но нельзя, потому что будут ругаться, вот, поэтому, ну, вот как-то я попробовала и получила. Попросила, да, я попросила, там у нас работал Федор Дмитриевич, мне тоже хочется попробовать, ну, и научите, вот. Ну, вот он мне показал, как я стала работать, вот, в момент пришел начальник производства, ну, и говорит, ну, в каком основании. Значит, выговор, я получила выговор, вот, меня не пускали, не подпускали, ну, естественно, я виновата сама, так нельзя было, вот. Ну, а потом, буквально, наверное, прошло немножко времени, и сказали, ну, теперь можно, пойдем, мы тебя поучим. Ну, вот, с тех пор. Это где-то, во сколько, где-то лет? Это 30 лет не было, да, ровно в 30 лет. Мы уже встали у станка, вот уже вот у такого, это штамповочный, да, станок, правильно? Да, это штамп, это пресса, они ставятся штампами, вот, и вот уже порядка, здесь, в этой организации 25 лет. И так весь день? Так весь день. Счетчик, который считает, сколько деталей мы сделали, это нам помогает. Это сколько, значит? Ну, на данный момент 1050. Это вот тут 1050 уже деталей, да? Ничего себе. То есть это такие заготовки для значков получают? В течение дня примерно 10-12 тысяч мы делаем. 12 тысяч один человек делает? И все это здесь отображается? Отображается. Получается, это что, значит, у нас засталок? Ну, дальше вот деталь, которая у нас получилась. Так. Мы на примере одной детали, и вот эти детали. А дальше уже... И что мы тут с ними делаем? Уже из этих деталей здесь уже делаются пазы, пробиваются пазы. Пазы? Которые, да, в которые потом вставляются булавочки. Так. Ой. Ой, как все шумно. А, вижу, да, пазы. Да, вот такие булавочки. Потом сюда вставляются булавочки, и дальше упаковываются. Ну, дальше уже тут отправляют или с булавочками, или без. Идет подсчет. И отправляются, или собирается значок. То есть значки могут и собираться. То есть это какой-то заказ, да, получила производство, и вот вы пока сейчас работаете в этом направлении. Да. Ага. Вот, например, в 2014 году, когда было 700-летие Сергия Радонежского, очень актуальны были значки. И был хороший заказ, наверное, да? Наверное, наше поколение, как-то мы привыкли работать на одном месте. Молодежь, она, конечно, может быть, я и в своем молодом возрасте бы искала что-то еще, может быть, мне бы там хотелось. Но как-то у нас не очень принято было от места на место бегать. Ну, уже. Называли тогда Летонами, да? Ну, а, возможно, это и было то место, которое вот непосредственно по судьбе мне, наверное, и дано было. Но сейчас вот прошло много времени все-таки уже. Нет сожаления? Не случается вот тут вот вокруг металла, ну, такой некой немножко такой брутальности, не хочу сказать грубости, но брутальности все-таки-то больше. К сожалению, нет, я просто единственная, как-то иногда думаю, что могло бы быть по-другому, если бы, предположим, я после техникума пошла учиться в институт. Институт же был прибор строительный рядом с домом, соответственно, мне и муж говорил, иди учись рядом тут, вообще два шага шагнуть. Вот, и старство у нас в группе, которая была, она тоже, она как раз отучилась, она нас звала, пойдемте учиться как раз подруга. Ну, как-то мы уже, скажем так, поленились пойти учиться, потому что уже как-то семейная жизнь пошла, уже не захотелось. Вот, ну, вот иногда думаю, если бы я вдруг пошла дальше, может быть, я как она осталась преподавать, предположим. Тоже могло бы быть, да? То есть, ну, наверное, вот судьба распорядилась по-другому, поэтому. Но нет никакого сожаления. Нет никакого сожаления, нет, я работаю, работа мне нравится, я ее знаю, вот. Ну, то, что монотонность нет, ну, у каждого свои какие-то нюансы в работе. Я занимался волейболом, у меня первый разряд по волейболу, хотя и маленькая, но говорят про Гуччи. Прыгуччи? Да, за область мы играли, за город играли еще, за Горск, то есть... То есть здесь на темпе вы занимались, да? На темпе, получается, да, и в команде, в какой-то сборной, да? В команде, да, в женской команде, да, играли, да, то есть за девчонок, а потом уже в женской команде, да, то есть, наверное, оттуда все и пошло. А потом лыжи были, да, Лыжня России, это ваша история? Лыжня России, это больше, наверное, к дочери относится, потому что она, когда была в школе, Любовь Андреевна у нас там была у нее, значит, по физкультуре преподаватель, и она ходила на секцию спортивного ориентирования. Очень эта секция затягивает, когда дети маленькие, они начинают ходить, соответственно, к ним подключаются родители. Вот, ну, так как мне тоже интересно, я с ней тоже ездила везде, там мы на лыжах, и потом нам сказали, есть возможность метров на лыжню России. Ну, и мы решили поехать. Вот. Ну, заряд я получила хороший такой, хоть и несколько раз мы падали, это все было такое необычное для нас. Вот, ну, здесь-то мы просто катались на лыжах, а там массово это все было очень интересно, конечно. Вот, и очень даже хорошо помню, когда мы приехали на финиш, там же награждение шло, а награждение уже шло тех, кто спортсмены, которые в первых рядах, а дочь маленькая, она приехала и говорит, давай подождем, наверное, нас сейчас наградят. Я говорю, нет, пойдем мы мимо, нам позвонят, если что. Один из рабочих столов здесь, как кладовщица, я записываю еще нашу работу, да, в моих тетрадочках, и ностальгии лыжней России. Так, шапочка лыжней России. Померяем? А то, конечно. Это вот в этой шапочке, да, в этой шапочке, да, и вот с таким номером, очень даже складненько, вот, ну, я уж не буду через голову, так что. Ну да, 9318-й России. Да, и 319-й, было два номера, ну, совсем один у дочери, один у меня. Мама и дочка. Так что, это все с самого начала, как вот мы начали производить 25 лет назад, так это все, все это наш продукт. Как это вообще все называется, или хоть какая-то одна, вот по мне, так это вот все железочки какие-то. Нет, ну, почему, у нас тут у каждой есть свое название, даже подписано, вот. Ну, например, что, что тут можно назвать? Пожалуйста, петля Марта, ну, это разные, почему, чтобы узнать, какое покрытие, какого, можно такое, можно такое. Вот, это, почему назвали так, потому что производство началось, заказ был с фабрики Марта, предположим. А, Марта, да? Да, мы делали их. Вот, опоры колесные, это идут все на наши же диваны, на которых мы спим. Но на данный момент, наверное, уже более усовершенствованные, это уже такие давно изготовленные детали, да? Вот, разные уголочки, это все идет, в принципе, к нашим диванам, к нашей мягкой мебели, у кого что. Когда-то директор сказал, что, наверное, надо начинать на компьютере работать, я говорю, почему-то так это уже близко, что я быстренько раз нашла, что мне надо, и посмотрела. Хотя, наверное, ну, все равно, скажу так, на производстве руки не всегда чистые, и на компьютер каждый раз пойдешь, а здесь зато я быстренько раз раз посмотрела. Ну, как это вот обычно происходит, можно вот понаблюдать? Ну, пожалуйста, да, ну вот, что именно надо, какой-то уголочек, предположим, вот та же петля Марта. Вот я ее нашла, пожалуйста, посмотрела, сколько у меня в остатке раскладе деталей. А что здесь можно посмотреть? Приход-расход, сколько мы изготовили детали, я пишу, по приходу изготовлено. Расход, значит, какая фирма взяла, какое количество, которое и время. Вот этот шоу, устаете? Ну, сейчас уже, наверное, скажем так, это привычка. Хотя, в последнее время, не совру, что уже немножко уши начали затыкать, потому что, ну, как ватки там что-то, или там веруши, скажем так, чтобы не так сильно уже травмироваться. Потому что, наверное, уже, ну, мы привыкли, в принципе, мы к этому шоу уже привыкли. Иногда дома говорят, ты чё так кричишь? Я говорю, да это мой нормальный голос. Вот, так что, ну, ничего. Ко всему привыкается, и мы привыкли. За столько лет это уже... На что хватает времени, вот после того, как заканчивается смена, и как там в песне поется, я там возвращаюсь с работы усталой, да? Вот, на что хватает времени? Или типа того, как простокваш. Ну, да, у меня еле-еле сил хватает телевизор посмотреть, да? Вот, ну, в принципе, вообще мы иногда, ну, сейчас больше по выходным, а так иногда и с друзьями собираемся, иногда можем там вечером пойти, да, к друзьям. Так, можем, что, ну, конечно, приготовить, покушать, естественно. Вот, сказать, что очень много сил остается, не могу сказать, иногда вообще ничего не хочется. Вот, ну, а так, в принципе, как-то и все женщины по магазинам-то мы всегда сбегаем, сил еще хватает после работы. Вот, ну, может быть, какие-то дела, если надо делать, все равно вечером делаем. А как муж отнесся к тому, что вот вы человек вот такой рабочей профессии, совсем рабочий? Ему чем относиться, как он может относиться? Он сам работает всю жизнь на одном месте, пассажирском, на маршруте, на пассажирском. Так что для него, по-моему, так же, как и для меня. То есть это очень такая своя хорошая, такая привычная среда. Да, это одно место, он работает в одном месте постоянно уже более 30 лет, я в другом месте. То есть мы, ну, наверное, у нас не было... Родители у нас тоже все были рабочие, поэтому как-то мы, наверное, тоже к этому и подошли. Да, у меня папа тоже был во втором цехе, он работал мастером, мама работала с 21-м нормировщиком. Так что... И все на заводе, да? Да, все были на заводе, и мы начали все с завода, да. Так что... Ну, то есть это вот такая, наверное, рабочая династия даже. Рабочая династия, ну, знаете, разнообразия-то не было особо. Такого, как сейчас у молодежи, они могут найти себе все, что хочешь, по тем же соцсетям. Мы раньше как-то шли так, родители, ага, мы спросили, посоветовали. Да, попробуем. Ну, все, получилось, значит, мы остались работать. Вот, не получилось, значит... Потому что я один раз попробовала себя на заводе, все-таки немножко поработала в котельной, но это не мое, ночные смены для меня это тяжело, то есть не каждый человек... Ну, судя по всему, что ваши дети все-таки не пошли по вашим стопам, Константин Болотников, один из самых молодых депутатов нашего Совета Сергеево-Пасадского городского округа, Совет депутатов, вы его мама. Для меня это в новизну, в данный момент изучаю, присматриваюсь, смотрю, выбираю те направления, в которых буду постепенно начинать движение. Как отнеслись к решению Константина участвовать в выборах, а потом уже он и избрался, и, собственно, по своему округу, и вот стал депутатом? Ну... Отговаривали? Отговаривала, да, чисто по-матерински отговаривала, и несколько раз иногда даже говорю сейчас, вот, потому что, зная его, что он хочет помочь, попыталась сказать, что не в силах ты все сможешь сделать, вот, это будет очень тяжело, поэтому подумай сто раз, вот, но он сказал, я хочу попробовать, ну, он сам по себе такой, то есть ему надо найти что-то новое в себе, и он обязательно, вот, он не получится это, он будет все равно в этом ковыряться, искать, чтобы вот добиться, чтобы все получилось. Поэтому узнала, что будет тяжело, помочь всем не сможет, все сделать не сможет, он не Владимир Владимирович Путин, вот, поэтому, ну, гляжу, ничего, потихоньку он, конечно, занимается, звонков много у него, вот, ну, у меня есть маленькая такая-то альтернатива, и мне, если что-то надо, я тоже, типа, как депутату подхожу, хотя он иногда ругается, я говорю, там дороги нечищены, я тоже ему иногда скину фотографии, говорю, ну, что это такое, вот, то есть я тут могу не звонить в управляющую компанию, а подойти напрямую. Ну, а так отговаривала, конечно, я знаю, что это очень тяжелая работа, это кто не сталкивался, всегда говорят, а что они больно делают, хотя сама такая же была, всегда тоже говорила, что они больно делают, эти депутаты, ничего. А сейчас уже? Когда я уже в это углубляешься, уже это видишь, как это тяжело, то начинается уже... То становится понятно, в чем это работает. Да, да, ну, я знала, что будет тяжело у него из-за того, что, ну, вот именно то, что из-за помощи, он не сможет отказать, что я не буду, вот, он пытается сейчас немножко перестроить людей, показать, куда надо обратиться, а не прямо к нему, вот, а не каждая, то есть два человека могут сказать молодец, а десять человек могут сказать, что ты делаешь. Вот из-за этого-то мне и не хотелось, потому что он переживает, ну, хотя сейчас он уже ищет как-то быстрее все эти пути выхода. Адаптировался. Вот, да, он пытается все равно помочь, все равно находит выходы какие-то, чтобы помочь, хотя, кажется, думаю, ну, что вот ты сможешь в этой ситуации. Ну, вот чисто по-матерински вот так. Да, для вас, как для мамы вообще в жизни, для мамы, для женщины, которая достаточно сильная, да, энергичная, много, наверное, решений приходится брать на себя, да, на себя. Вот что важно и что главное в жизни? Ну, мне кажется, как для любой матери самое главное и важное это то, чтобы у твоих детей все ладилось благополучно, складывалось благополучно, чтобы меньше было каких-то неурядиц, вот. Иногда хочется им сказать, что на наших ошибках учитесь, но как-то мне однажды дочь сказала, мы на своих ошибках должны, мы должны их совершить, чтобы понять, что этого делать больше не надо, да, или как поступить в дальнейшем, вот. Ну, а для нас, если у них все складывается благополучно, если все получается, если они достигают тех целей, которые они себе поставили, мне кажется, больше, вот для меня, для матери, мне больше ничего не надо. Я спокойно, соответственно, раз у них все получается, вот, и у меня все получается тогда, тогда у меня все ладится хорошо. Вот, наверное, так. Вы в семейной и личной жизни считаете себя счастливым человеком? Ну, я считаю, да. Да, потому что, ну, у всех все может случаться, но главное найти нормальный выход из этой ситуации, там какие-то, да, там неурядицы. Ну, мы сможем уже достаточно. Чисто по моей семейной жизни, вот, для меня, мы сможем уже 32 года. То есть, да. Вот. Дети, слава богу, выросли. Вот. Сами себе выбрали путь, каждый из них. Ну, наверное, это и достаточно все хорошо. У меня любимая работа. Вот. Так что, что еще надо? Ну, а то, что бывает у всех, там, где-то что-то не хватает, где-то что-то не получается, ну, как говорит начальник производства, не ошибается, тот, кто ничего не делает. Так что, зарплата хватает? Зарплатой довольны? Вот интересный вопрос, думаю, вот интересный будет. Скажу так, хоть одного человека мне покажите, который скажет, мне хватает зарплаты, мне ее больше не надо. Предложит больше, никто не откажется. Никто не откажется. Вот так вот и мы. Если скажем, что вам будет повышение, мы только скажем, ура. Ну, а иногда, вот иногда, как женщине, хочется пойти там в магазин хороший, купить хорошую одежду, там, какую-то современную, там, какую-нибудь крутую, и ни в чем себе не отказываться? Нет, ну, скажем так, насчет крутой я не знаю, а сходить в магазин и сделать себе приятное, особенно, когда плохое настроение, я это очень люблю. Так, что тогда можно купить, вот чтобы сделать себе приятное? Ну, что купить? Ну, опять тоже платье, предположим, какой-то аксессуар, почему бы нет? Вот, ну, и скажу честно, иногда меня и сын балует, то есть лишний. Иногда даже вот, ну, опять же, скажу, может быть, не то, что вот, вау, депутат, и он так. Нет, просто он по отношению ко мне, значит, скажем, мама для него и бабушка, ну, родители вообще святые для него. Мне иногда звонок такой приходит, здесь я работаю, вот, пожалуйста, выйдите, к вам доставка, думаю, интересно. Букет цветов, то есть, замечательно настроение поднят на весь день. Вот так вот быстренько, вот, это может. Потом чисто для себя, ну, да, вот захотелось мне, думаю, я их хочется, стоит, не стоит, а потом, ну, почему бы нет? То есть, я такой человек, что если я вот увидела, что-то вот надо, я немножко потом подумаю, ну, очень быстро подумаю. Да? Да, и я пойду, то есть, я не буду долго тянуть. И какая-нибудь штучка себе такая, чтобы... Да, я не могу, чтобы прям вот там скажут, ой, нет, надо себя вроде как ущемить. Ну, да, надо после... Ну, я могу себе сказать, что надо ущемить, но подумаю денечек, и думаю... Эй! Ну, и ладно, да. Ну, я же не могу весь семейный бюджет, конечно, на это все выделить. Ну, почему бы нет? Себя побаловать всегда надо, иначе не будет настроения. Раньше, скажем так, были немножечко помоложе. Мы очень любили хотя бы два раза два летом выезжать на Волгу. Ну, для нас это как романтика была с палатками, то есть мы никуда не... Такой туризм, да? Да, да, да. Своя природа. Ну, как-то вот мы очень любили это, также с друзьями, и нас это очень вполне радовало, и мы были довольны. Вот. А, ну, сейчас с возрастом почему-то нас больше стало тянуть в деревню. Вот. Там мамина, значит, родина, она там родилась. И мы ездим, в принципе, в ее родительский дом. Ну, так немножко уже попристроили, потому что домику уже сто лет, поэтому надо было немножечко что-то усовершенствовать. Ну, вот мы потихонечку поставили свой дом. То есть огород там, да? Огород там, да. Что сажаете? Что уродилось? Да все сажаем. Понемножку всегда всего есть. Возможно, со временем поменьше будем сажать, потому что уже как-то не очень так это... хватает сил. Вот, ну, мама старой закалки человек, она знает, что надо посадить все. Ваша мама, да? Да. Вот, поэтому... Ну, все равно сажаем понемножку, все сажаем. Тыквы растут? Все как-то своими руками. А как же? Тыквы, кабачки. Компатических у нас нет никаких ни овощей, ни фруктов, ну, а все чисто деревенское, да, у нас свое. А вот эта любовь к деревенской жизни, наверное, потому что и вы там тоже росли у бабушки, может быть, когда-то, или откуда-то? Мы росли. Понятно, от мамы, да, что мама-то тоже из деревьев. Росли-то мы росли, но только если бы мне кто-то в детстве сказал, что я потом буду ездить и сажать грядки, я бы сказала, боже, упаси, я никогда не поеду. Мне в детстве вот так хватило, да? Ну, и не в смысле, что нас заставляли, а просто как-то мы видели, что родители делают, и мы делали. Но я бы не сказал, что я когда-то собирался. Я все время раньше отлынивала, мне так не хотелось это все. Вот, я старалась что-то придумать, или на секцию надо, или что-то. А сейчас, наверное, как может быть, еще муж, вот он тоже с удовольствием занимается сельским хозяйством. Нам нравится это, и поэтому мы сейчас с удовольствием едем, как в выходной, так мы поехали летом, а проводим там, да. Так что, и нисколько даже, правильно, кто-то собирается сразу отдохнуть туда, а в деревню прямой на утке. Надо ли чего-то бояться в жизни? Чего-то бояться в жизни? Ну, я считаю, что, наверное, не столько бояться, сколько не хотелось бы. То есть, хотелось бы, чтобы мама подольше с нами была, так скажем. Поменьше как-то, наверное, переживаний много за детей, за будущее их, как-то вот так. Вот для меня больше, наверное, и в этом проблема. Как многие говорят, я понимаю, потерять работу там что-то, это многим тяжело, и я не спорю, наверное, и у меня была такая проблема. Но я как-то больше оптимист по жизни. Я знаю, что, ну, не получилось, значит, буду искать где-то дальше. А вот, конечно, за своих родных, мне кажется, особенно за детей, как-то больше душа болит, и я больше за них переживаю. Вот. А что еще бояться? Ну, что бояться? По судьбе, как говорят, от судьбы не уйдешь. Что суждено, то будет. Поэтому рассчитываем на то, что все будет благополучно. От ТВР-24 и от магазина «Книжный мир», вот мы все так решили, что вот Томик, как говорят, Томик Пушкина, да, не повредит стихотворение и поэма. Я даже не знаю, может быть, это для вас, может быть, это для ваших детей, а может быть, и для ваших внуков. Проект поддерживает магазин «Книжный мир». Субтитры подогнал «Симон»